Меня зовут Даник. В мире Vogue и Ballroom я известен как Blondie Milan. Меня зовут Саша и я изучаю мир через танец. Меня зовут Кирилл Бултруков и мои родители хотели меня назвать Никитой. Меня зовут Оля Зай и в танцах я, наверное, с самого детства. Я начала танцевать во втором классе. Начала с эстрадных танцев. Я начала формироваться как личность в каком-то отдельном обществе, то есть это было больше как развлечение, как знакомство с актерской игрой. 13 лет. Вот я познакомилась с хореографией в стиле хип-хоп слэш джаз-фанк. Да, джаз-фанк у меня по два фроса в моей жизни, конечно, находится. Потом через какое-то время я случайно попала на занятия к другому педагогу. Вот через какое-то время я начала ходить к другим педагогам, пришла на фристайл. Потом появились еще какие-то направления, еще какие-то направления педагоги, интенсивы, какие-то обмены. Почему именно Vogue сейчас является моим основным направлением? Я бы сказал, почему Vogue сейчас является неотъемлемой частью меня. На самом деле, когда я пришел к Vogue, я пришел к нему не из-за того, что несет в себе эта культура, из-за того, что она вообще подразумевает под собой, как мне раскрываются люди. А пришел я к нему потому, что я просто понравилось мне, как выглядит это со стороны. И я смотрел на это только с позиции танцора и с позиции перформера. Когда я стал развиваться, когда шло время и пролетело очень много мимо меня событий, я стал понимать, в чем же вот этот вот эссенс культуры Vogue, да, и в чем его суть. После того, как я попал в дом, все точки уже конкретно были расставлены над I, и я понял, что, наверное, нет социума, либо какой-то культуры ближе ко мне, чем к культуры Bologna. Все началось в тот момент, когда в детском саду я шла мимо места, где проходил прямо в коридоре, на ковре просмотр в танцевальный класс. И мне сказали, слушай, девочка, куда ты идешь? Давай-ка с нами, проверим тебя. Проверили и взяли в обычную школу с хореографическим уклоном. Вот так и началось мое становление в танце. Ну а дальше, несмотря на это, я пошла в колледж учиться на банковское дело, и только спустя где-то полгода поняла, что я, наверное, затухну, умру, и мне надо чем-то заниматься. Я выбрала самые дешевые рядом танцы. Я занимаюсь ерундой, на самом деле. Ну, в глубоком смысле, естественно, ерундой, потому что большая часть людей вокруг меня, ну, остались те, кто понимает, чем я занимаюсь. А для всего мира я занимаюсь ерундой, какие-то танцульки. Танцы — это философия тела, это философия мозга. Ну, нужно понимать, что не все готовы понимать тебя как личность танцующую, потому что сложно. Я занимаюсь профессионально танцами. Я в этом нашел себя, и я в этом органично существую порядка четырех лет. Хотя профессионально я этим занимаюсь 17. Я понял, что я еще с детства кайфовал от творчества, от любого творческого проявления. Оно мне приносило удовольствие. И вот этот катарсис, конечно, тогда еще понятия в моей жизни не было, но я кайфовал от любого творчества. И когда я понял, что я хочу заниматься тем, что мне приносит удовольствие, я пошел учиться на танцор. В какой-то момент, в какой-то момент я задумалась о том, что хореография — это вообще ничто. Что все настоящие танцоры, они на самом деле только импровизируют, они на самом деле только участвуют в баттлах и как бы и все. Но однажды, однажды — это произошло на самом деле не так давно, мне задали не вопрос, меня попросили продолжить фразу «Танцор — это тот, кто». И я не очень долго думала, конечно, что на нее написать. Я сказала, что танцор — это тот, кто любит танцевать. И когда я пришла к этому утверждению, для меня просто вот так вылетели какие-либо ограничения. Нету правильных или неправильных танцев. Человек просто любит это делать, и если ему это нравится, то это все, что нужно. Очень трудно развиваться в ВОГе, когда ты один из лучших в стране. Постоянно, когда ты развиваешься с кем-то вместе, вы идете, и у вас, грубо говоря, одни и те же интересы, и вы ступенька со ступенькой поднимаетесь к какой-то единой цели либо к развитию чего-то. Это гораздо легче, а по факту получается, что в некоторых случаях все комьюнити — это, грубо говоря, либо ученики, либо те, кто начинал позже, либо те, кто только пришел, и по факту тебе не у кого учиться, потому что те люди, которые учили меня, они мне уже дали все, что могли, и дальше неоткуда черпать знания. Мне это очень интересно, это направление стоит развивать, и тогда нас было не так много. Ангелина Патураева-Сушкевич на тот момент развивала этот стиль, Полина Ширвель, и, наверное, все. Ну, в общем, как-то так по чуть-чуть в конкурентной борьбе мы начали работать над этим направлением. И, наверное, года три назад так получилось вообще случайно. Мы поехали на первые классы, это вообще были первые классы по стрипу в России, насколько я знаю, такие масштабные, которые назывались «Фреймап». Что это? Я вообще не понимала. Мне казалось, что это такие же каблуки, но вот я сейчас приеду, и все получится. После классов мы вышли все синие. Я вообще не понимала, что они творят, на какое плечо заходить, какую ногу куда-то закидывать, и почему нужно тянуть носки. Но именно тогда мы поняли, что это так сложно и так красиво одновременно, и что, наверное, в этом стиле есть какое-то будущее. С чем связано, наверное, мое созревание, не могу сказать. Это, ну, к этому надо прийти. Это как ты понимаешь, что тебе нравится суши. Не просто потому, что не нравится всем, а потому что ты понимаешь, что тебе нравится, блин, сочетание васаби, имбиря и этого риса. И вот ты понимаешь, что вот он вкус. Когда ты понимаешь вкус не потому, что ты нравится всем это попсово, а потому что ты к этому приходишь. Контемпорари, по сути, это очень сложная штука. Для работы в этом стиле, ну, с этим направлением нужно быть, как минимум, человеком с мозгом. Потому что контемпорари – это не только движение, это в первую очередь мозг, который движет и делает это движение. Это посыл, это настрой, это, естественно, красивое утонченное тело. Но оно также может быть страшным. Так как мы живем в СНГ, Vogue-культура – это Дима Бончинча танцует на танцах на ТНТ. И вот это все, как бы представление. Снять видос с руками и выложить в Инстаграм. Хайпануть перед подругами, что я Vogue танцую. Упасть в дроп и сделать так, чтобы это все увидели, чтобы вами все восторгались. Практически никто из тех, кто занимается массово Vogue, из учеников, не знают вообще ничего по поводу культуры и по поводу, откуда это все пошло. Vogue – это про индивидуальность, про самовыражение, а конкретно про индивидуальность и самовыражение ЛГБТ-сообщества. Поэтому, когда кто-то приходит на бал, идут они как на чемп по хопу, как на чемпионат по диско, как на фестиваль по контемпорали, а по факту все вот эти ниже перечисленные понятия ничего не имеют общего с тем, что такое бал. У меня очень близок стиль музыки. Хип-хоп, R&B и на самом деле все, что начинается с 70-х. Есть что-то всегда такое, что тебя… Ты даже иногда не можешь объяснить, что именно это, но твоему телу это нравится. Мы реагируем все-таки сначала телом на музыку, но потом ты понимаешь, что все равно все происходит внутри, но при этом и тело контролировать ты не можешь. То есть это как будто бы вот два мира, они разделяются и начинают что-то создавать, плюс к этому подключается музыка и ты уже в каком-то другом тонком теле. Вообще я считаю, что танцы и любое искусство – это переход, в общем, в другое тело. Боль всех танцоров стриппа, особенно фреймапа – это то, что нас постоянно называют стриптизершами. Давайте разберемся, кто такие стриптизерши и что такое стиль фреймап. Стриптизерши – это девушки, не умоляю их достоинств, которые занимаются конкретной работой, они раздеваются во время своего перформанса, и это тоже искусство. Но это искусство нацелено, наверное, в первую очередь на зарабатывание денег и привлечением аудитории, скорее всего, мужской, для того, чтобы своим эротическим танцам заслужить или заработать деньги. Фреймап – это абсолютно не связанное со стриптизом направление. Фреймап – это стиль, который основан на… Я могу это назвать на глубине. Во фреймапе вы можете увидеть абсолютно разные истории. Это может быть лирика, это может быть… Вы видели вообще фреймап от стихи? Фреймап – это стиль танца, в первую очередь. Это не про раздевание, это не про раскрывание всех своих мест причинных. Почему так популярен вот именно вот этот аспект страдания в контемпорарии? Потому что он очень простой. Выйти и страдать под умирающей музыкой… Боже мой… Это очень просто. И вызвать эту эмоцию зрителя при помощи музыки и вот этого движения… Господи боже, это же так просто. А заставить улыбаться – это очень сложно. Зритель, он понимает шутки только словами. Это понятно. Ну то есть слова, текст для зрителя он ясен. По пластике вот эта вот грусть – это тоже понятно. То есть все вот это страдание, эти слезки на глазах – это тоже понятно. А как заставить человека телесно, ну танцем, смеяться? Это очень сложно. Для этого надо думать. Думать, что происходит на сцене и как… И хохотнуть в нужный момент, когда ты понял, в чем прикол. СНГ не готова к трушной культуре ВОГа. Вообще не готова. Поэтому ее здесь нет. И я думаю, что не будет. То, что люди так выряжаются на бал, вычурно, это опять же уходит корнями, насколько я знаю. Тоже в самый изначальный мир, да, где ЛГБТ-сообщество – это было еще чернокожие люди, были black people, да. Их очень сильно притесняли. Они не могли занимать ни высокие должности, ни быть какими-то актерами и так далее. А так как они находили убежище в Болгаруме, в Болгаруме на балах были темы. И конкретно, когда они приходили на бал, когда уже была ночь, они приходят все вместе в какое-то указанное время туда, они могли там быть кем угодно. И они, грубо говоря, из-за того, что они не могли быть такими в настоящей жизни, они делали это настолько утрированно, чтобы они за одну ночь могли прочувствовать всю жизнь, которая была у них отнята. Периодически нужно напоминать о том, насколько ты сам себе избрал крутой путь. Я бы даже не назвала это профессией какой-то одной, потому что особенно преподаватель танцев, он включает в себя настолько большое количество вещей, что просто чем дальше, тем больше всего. И вообще взрывается голова от того, что возможно сделать. Потому что, ну, просто, не знаю, своим шагом, своим взглядом, движением каким-то, просто когда ты показываешь людям, как ты, да, уже научился танцевать, или, возможно, одним словом, ты просто можешь вот так вот поменять человеку его мировоззрение, его жизнь. Потому что у меня тоже были такие случаи, когда педагоги вообще меняли очень много. И танцы, в принципе, я бы сказала, что вот так вот перевернули мое мировоззрение. И вообще все, что я до этого думала, теперь я так не думаю. Я думаю по-другому. Поэтому девчонки, которые приходят ко мне на занятия, очень часто раскрыв... Блин, ты знаешь, они раскрываются еще когда в клубах работают. Вот о чем я подумала. Говорим про уверенность в себе, в первую очередь, про то, что ты можешь общаться с людьми, смотреть им в глаза, улыбаться, знакомиться, подходить самостоятельно, да, не бояться смотреть на себя в зеркало, не бояться показать себя другим, когда ты танцуешь. Многие приходят в вок из-за танцев, да, на ТНТ, но есть, я бы сказал, очень мало случаев, когда люди действительно приходят в ballroom для того, чтобы раскрыть что-то в себе, да, что они боятся показать на публике. И я бы не сказал даже, что вообще такие случаи были, потому что если ты идешь в ballroom, чтобы раскрыться, ты должен знать, что представляет собой ballroom. Этого у нас практически никто не знает. Поэтому я бы сказал, что люди приходят туда в СНГ у нас из-за танцев конкретно, а за границей, там, где это все развито, там, где сидят иконы, легенды и пионеры культуры, они просвещают всех, естественно, то, откуда это взялось, да, и что это вообще такое. И, возможно, туда люди идут тогда по другим убеждениям, не для того, чтобы потанцевать, а для того, чтобы убежать от реальности и побыть хотя бы в танце и в культуре теми, кем они не могут быть в настоящей жизни. Получают, могут получить образование, получают очень крутые ребята. Когда некоторые понимают, что они крутые, они бросают и уезжают на контракты, потому что понимают, что здесь это не работает. Много уехало, потому что нет работы, много уехало, потому что они не могут реализовать себя на этих широтах, потому что не дают. Козырные места, они уже заняты другими людьми, ну, брат-сват, друг, вот. А ты, насколько ты талантлив, ты можешь талантливым быть у себя на квадратном метре, а здесь, на нашем Дворце Республики, ты не нужен. Да, то есть мне нравится, как я выгляжу, мне нравится... Мне нравится, мне нравится мое тело, мне нравится разговаривать, мне нравится видеть мои руки, ну, вот. Мне нравится, если говорить это и благодаря танцам, и благодаря... Я не знаю, еще, наверное, люди, конечно же, тоже в свою лепту внесли. Правильное общение, правильные мысли, которые они помогают тебе зарождать. Ну, и взросление в любом случае. Самый ужасный стереотип, а точнее фраза, которая меня раздражает, просто выводит из себя, это фраза «Вог для пидоров». Вот это ужасное, самое, что может быть, потому что Болрум Культура, во-первых, не включает в себя то слово, которое некорректно и неправильно, во-вторых, оно включает в себя гораздо больше вариантов определения самого себя, и, в-третьих, если вы не знаете, как обозвать то, в чем вы не шарите, не нужно этого делать, можно просто воздержаться и не говорить ничего. Когда я танцую, я стараюсь не думать. Или думаю про свое больное колено, чтобы оно не выскочило. Когда я танцую, я счастлива. Когда я танцую, я могу абсолютно все. В танце я не могу, я могу. В танце я не могу думать. В танце я не могу не быть эмоциональным, потому что танцы, в первую очередь, работают, танцуются только тогда, когда эмоция подкреплена этим, ну, танец подкреплен эмоцией. Я благодарна танцам за свое личностное развитие, вот за то, кем я стала. Я благодарна танцу за то, что он меня научил громко говорить. Я благодарен танцу за то, что я сейчас. Я благодарен танцу за то, что он совершенствует меня, я совершенствую его. Моя танцевальная мечта, чтобы танец путешествовал со мной по всему миру. Сейчас она зарождается, вот так. Моя танцевальная мечта – это быть всегда в состоянии вдохновения, клепать, работать, делать и все время получать фидбэк от тех, кому даю, кого учу и с кем работаю. Танцевальная мечта, я бы сказал, неосязаема и невозможно ее сформулировать. Она есть, но я вам о ней не скажу. А еще, а можно я сама себе за этот вопрос, сама на него отвечу? Да! В общем, думала о том, с каким человеком, в какой вот ситуации, с какими, не знаю, людьми, вот это вот, типа, самое крутое чувство. И я об этом думала, думала, и такая сначала, блин, там есть вот одни люди, есть другие, а потом поняла, что это моя младшая сестра. Ей почти два года, и так искренне, как танцует она, просто не танцует ничего в этом мире. И даже, мне кажется, если бы у меня спросили, ну, с кем, в общем, вы хотите танцевать дальше до конца, то сейчас я бы сказала, что я хочу танцевать с ней в комнате. Все, рожаю детей, пожалуйста. Да? Все. В общем, я думаю. Продолжение следует...